Итак, в данном видеоролике я бы хотел сделать видеоответ на очень интересный вопрос от нашего читателя и, наверное, читателя телеграм-канала и подписчика на ютубе. Именно дивидендная акция на Санкт-Петербургской бирже. Ну и именно его вопрос. Есть ли возможность сделать видеоролик про самые дивидендные акции с ПП в баксах? Спасибо за такой вопрос, потому что это очень важный вопрос. И давайте начну я с основного аспекта. Очень главного. Перед вами еще находятся сектора американской экономики. Востребованные, важные. Я бы хотел в первую очередь акцентировать внимание на то, что данные сектора при будущем уже экономическом кризисе, а он в любом случае состоится, это неминуемо. Многие из них просто будут падать очень сильно. Это потребительский сектор процикличный, это энергетика, это финансы, это промышленность, это информационная технология, это недвижимость. Ну и пока все. Ну и даже частично сырье и материалы. Почему? Потому что будут определенные потребительские издержки в данные сектора. Вот смотрите. Имеется также второй потребительский сектор, это ацикличный сектор к кризисам. То есть, если имеется потребительский сектор процикличный, это ГЭП, потребительские товары одежды, это Макдональдс, потребительские товары общественного питания. Это Таргет тоже, там потребительский сектор связан с одеждой и прочими моментами. И потребительский сектор ацикличный. Это Арчер Денинс Мидланд, это сельхозкомпания, которая занимается производством сельхозпродукции. Кимберли Кларк, Кока-Кола, Пепси, Кола, Колгейт, Проктерн Гэббл. Все, что связано с гигиеной и продуктами питания. Но, но, вы скажете, Михаил, а почему Макдональдс не в ацикличном секторе, а в процикличном? Я отвечаю, у Макдональдса дохрена конкурентов. Бургер Кинг, локальные бургерные из малого бизнеса, это все давит на Макдональдс в прямом смысле. И поэтому он сейчас тоже теряет долю в рынке. И мажоритарный инвестор оттуда постепенно уходит. И поэтому ацикличный сектор, это не означает, что он не будет падать. Он будет тоже падать, но плавнее и медленнее, чем процикличный сектор. Отмечу также другую тему в связи с последними ситуациями на рынке нефти. Под удар попали энергетики. Эксомобил, Чеврон и иные нефтяные компании американского рынка. То есть они очень сильно коррелируются на нефть. За ними нету такой охраны в виде государства. Наша компания, она есть. Наша компания стратегическая компания. И государство придет на помощь в любом случае к ним. Даже если наше государство сдерет 30 шкур с населения, все равно поможет компаниям выбраться из этого лихолетия финансового. А в этих компаниях энергетических, Эксомобил и, к примеру, Чеврон. Такого нету. И уже отвечая на вопрос про дивиденды. Господа, вот важный момент. Если вы видите дивиденды в компаниях высокие, даже, к примеру, сейчас Эксомобил и Чеврон, у них дивдоходность уже 10%. Ну, примерно. 10% в связи с их падением уже на 50% позавчера. 10% в дивдоходность. Пожалуйста. Думайте наперед, перед тем, как их покупать. Это американские нефтяные компании. Это слонцевики. Они попали под удар. И не надо смотреть на дивдоходность. Почему? Они могут дивиденды брать в долг. Если они берут в долг, у них уже по умолчанию издержки. Смотрите на фундаментал компании, которые не попадают под раздачу. Даже если где-то платят небольшие дивиденды, но есть перспектива к росту капитализации компании, то лучше брать именно их. Где нет издержек внешнерыночных для них. К примеру, помимо энергетиков, сейчас под удар попадают еще и IT-компании. Почему? Сейчас мы переживаем ситуацию, как в 2000 году. Просто дико переоценен с IT-сектора американца. Радикальную. Такого не было 20 лет. И вот, и вот опять. И в чем главный аспект, вы спросите меня? Ситуация заключается в том, что сейчас многие IT-компании переоценены. Apple, Microsoft, AMD, вообще все. По самым даже базам показатель, такие как PinaE, к примеру. Цена на выручку. Окупаемость ваших вложений во многих этих компаниях 60 лет. От 40 до 60 лет. Это нормально? Нет, господа, это не нормально. Для американского рынка оптимально. Это 20-30. Но не 60, не 70, не 80, даже не 100. В некоторых компаниях, такие как, например, Amazon, если не ошибаюсь, там это ритейлер компания, да. Но там, по-моему, тысячу лет окупаемость. Что-то там PinaE, там, по-моему, тысячу пунктов написано. Но это ненормально. Это уже просто пузыри. Это пузыри, сам настоящий. И они в момент времени лопнут. Я обосновываю, почему они лопнут. Сейчас, как вы видите, у центральных банков осталось последнее, последнее стратегическое оружие. Помните, если вы смотрели фильм «Терминатор», помните такую программу «Скайнет»? Когда «Скайнет» проигрывал войну будущего, да, он отправил терминаторов для того, чтобы убить Джона Коннора. Отправил их в прошлое, убить его ребенком. Сейчас ситуация с центральными банками та же самая. ЦБ, США, ЦБ, Европа, ЦБ, Япония, ЦБ, Китай. Это как «Скайнет». Рынок – это Джон Коннор. Это просто, я объясняю вам на патч, чтобы вы понимали. Риски. Сейчас ЦБ, они вмешались в рынки и теперь выливают туда ликвидность, деньги. Деньги выливать долго не получится. Основной фундаментал роста американской рынки, на чем он был основан с 2009 года. На байбэках, второй, на притоке инвесторов, мажоритарных и миноритарных, со всего мира. И третий момент, на программах количественного смягчения и денежно-кредитной политики, смягчения ее от центральных банков. Сейчас денежно-кредитная политика ЦБ США, она сужается. Сегодня даже, сегодня, ЦБ Англии, Великобритания, он снизил процентную ставку на 0,5 базисных пункта. И теперь ключевая ставка там составляет 0,25 базисных пункта. Снижать ниже, можно до нуля снизить. Дальше в минус, это уже риски дефляции. Это тоже риски колоссальные, извините меня. И ЦБ США, ФРС, они будут то же самое делать. Но при этом, при этом, вот данное оружие, оно будет уже исчерпываться. И сейчас они уже подключают последнее оружие свое. Это вливание денег, массовое вливание денег перед выборами. А что будет после выборов, уже вопрос щепетильный. И поэтому вы меня спрашиваете, стоит ли покупать сейчас американские акции? Давайте я вам скажу по факту. Если вы инвестор, инвестирует на 10, 15, 20 лет, покупайте. Да, покупайте, но будьте готовы откупать американский рынок еще дешевле, чем он сейчас. Если вы готовы увидеть просадку по S&P 500, если вы в один прекрасный день просите и увидите, что S&P 500 стоит там 2000 или там 1600 пунктов, к примеру, в таком диапазоне. Там 2000-1600. И вы готовы откупать его. Акции рынка американского по невероятно дешевым ценам. То да, откупайте. Вы готовы к этому. Но если вы не готовы к такой просадке, там в 50-60% S&P, тогда не лезьте сейчас. Все банально просто. Если готовы, покупайте сейчас, но покупайте очень аккуратно. И при этом будьте готовы откупать еще для того, чтобы потом рынок откупать по более дешевым ценам, чтобы потом дивидендную доходность с американского рынка получать не 3-4%, как оно есть сейчас, среднегодовая дивидоходность американского рынка, а получать дивидоходность 6-7% от будущих цен низких. Вот в чем главный факт. Я тоже смотрю на американский рынок. Я тоже хочу его купить. Но я смотрю с точки зрения, опять же, спекулянта. Я ищу точки входа. Сейчас точек входа я не вижу никаких. Я понимаю, что он будет намного дешевле в скором будущем. Намного дешевле. Потому что, еще раз говорю, основных драйверов роста уже не остается. Все, уже исчерпано, уже исчерпано многие оружие для этого роста. Основной рост, который был, он уже завершает свое, скажем так, хождение по рынкам. Потому что больше уже не на чем расти. Фундаментальных уже факторов просто нет на американском рынке. Но, еще раз, если вы инвестор, то на 10, 15, 20, то готовьтесь рынок откупать дешевле. Для того, чтобы дивдоходность у вас была еще больше по американскому рынку. Потому что после подобной ситуации, острых фаз рецессий в виде кризисов, американские голубые фишки, они первыми выстреливают. Это Apple, это AMD, это Intel, это Microsoft, IT, это те же самые PepsiCo, это McDonald's, это другие компании. Голубые фишки американского рынка, они первыми выстреливают. Потому что первыми в них садятся именно мажоритарные акционеры. В первую очередь. И поэтому они, повторяюсь, вырастут первыми очень быстро и очень сильно. То есть на восстановление рынка можно конкретно отыграть все это падение. И исходя из того, что вы видите здесь сейчас, дивдоходность по многим компаниям, она где-то 5%, где-то 3%, где-то вообще 0,52%, либо еще ниже, либо 0,01%. В MasterCard там вообще и в визе очень маленькие проценты дивиденды. Но при этом они будут еще выше, эти проценты дивидендов, когда они скорректируются очень сильно. Те шаги, например, MasterCard и Visa это стратегические компании для всего мира. Их платежные системы пользуемся, мы все пользуемся, какая-то карта Мир или какая-то карта UnionPay, они не обойдут MasterCard и Visa, к примеру говоря. Поэтому есть резон и их выкупать уже на будущей коррекции. MasterCard и Visa. То есть откупать голубые фишки американского рынка. То есть самые важные стратегические компании для американского рынка. Их есть полный резон откупать в будущем. Поэтому дивиденды на американском рынке, они не самого лучшего качества, скажем так. И они будут еще больше, когда капитализация компании будет меньшим. Когда их переоцененность радикально охладится. А до этого времени, я думаю, осталось уже недолго. Это вот как ни говори, но правда. Давайте, говорит, прям без опьянения такого эйфоричного. А просто, говорит, по факту. Осталось недолго. Мы все это время скоро увидим. Мы доживем до этого времени. Я не о Ромагеддоне, я просто говорю по факту, что вполне реально увидим в будущем, в ближайшем будущем. Просто будьте к этому моменту времени готовы. Поэтому в итоге из данного списка компании здравоохранения, потребительский сектор ацикличный, они будут падать намного медленнее, намного меньше и ниже. Просто давайте представим такую вам картину. К примеру, вас зовут Грег, Грег Факер. К примеру, вы живете в Нью-Йорке, вам 35 лет. Вы, к примеру, машинист Нью-Йоркского метро, вы получаете 5000 долларов в месяц. В один прекрасный день вы встаете не с правой ноги, а с левой ноги, в плохом настроении. Почему? Вы видите то, что экономический вахарнелий пошел на рынках. Ваши вложения, инвестиции идут уже в минус. У вас фиговое настроение. Вы пьете чашу кофе, это кофе, в этом вода проливается вам на ногу, вы психуете. Горячо, больно, бобо, все, страшно, умираем. Но в чем главный факт? При этой экономической вахарнелии, вы понимаете, что финансовые издержки появляются уже и у вас. И вы, как типичный американец, и даже как типичный вообще человек, смотрите на финансовые подоплеки. То есть вы не пойдете больше потребительствовать, покупать там брендовые одежды, покупать себе айфончики, шмончики, компьютеры всякие. Вы будете в первую очередь смотреть на свое физиологическое состояние, на здоровье. И под такое физиологическое бремя попадают компании здравоохранения и потребительский ацикличный сектор. Это именно физиологические компании в первую очередь. И поэтому, повторяюсь, они падать будут намного, намного меньше, намного меньше, но и более оптимально. Но, но еще раз скажу, восстановление на рынках у них будет очень долгое, очень долгое. Потому что, исходя из их истории, я это прекрасно вижу. Потому что именно в первую очередь это американские голубые фишки, это IT сектор там. Они будут выстреливать IT сектором, финансовый сектор, они будут выстреливать первыми. А все эти здравоохранения и потребительский ацикличный сектор, они только будут выстреливать по прошествии определенного времени. Ну, просто я вам сейчас привел по факту, объяснив на пальцах, сущность вот этих вложений, как вариант. Еще раз говорю, если вы инвестор и покупаете акции на там 10-15 лет, то вопросов к вам нет. Просто если вы готовы к таким просадкам, то там, к 50% просадкам на американском рынке. Просто готовьтесь рынок американский откупать дешевле, чем он стоит сейчас. Потому что в будущем дивидендная доходность, там, в перспективе 10-15 лет, она будет выше, чем есть сейчас. А тем более те позиции, которые вы собираете, там, к примеру, в ближайшие 5 лет, да, будете собирать по разным акциям. То есть откупать их, эти акции, по любой цене от вашей зарплаты, к примеру говоря. То дивидендная доходность у вас будет крайне высокой. И тем более вы потом выиграете от роста капитализации, от роста курса акций этих компаний. Будучи имея стратегию терпеливого инвестора. И реально эта стратегия, она очень хорошо помогает. Поэтому будьте аккуратны, имейте крайне четкую стратегию и будьте бдительны. Ну и самое главное время, это ваш главный союзник. А со временем окупается абсолютно все. Все рынки, они со временем уйдут именно вверх, именно на север, именно в космос. То же самое американский сектор, он кишит бизнесом, понимаете, кишит. Все его экономические сектора, они развиты по сравнению с нашим сектором. Например, в нашем российском секторе я предпочтение отдаю металлургам, финансам, газовым компаниям и нефтинным компаниям. Это четыре сектора, которые у нас очень сильно развиты. Очень сильно развиты. И поэтому перспектива этих четырех секторов экономик Российской Федерации, оно в будущем свои плоды еще принесет. В американском секторе вот, перед вами все есть, что необходимо. Все эти сектора. На них, я думаю, ставит акцент. Поэтому, если у вас будут вопросы по созданию долгосрочных инвестиционных портфелей на фондовом рынке, пишите мне. В этом деле я вам помочь готов. Либо пишите мне в ВКонтакте, либо мне пишите на мою email-почту simonfcapitalsobaka-yandex.ru На этом все. Подписывайтесь на канал «Саймонов Биржевик», канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические фундаментальные, обзор индексных фондов, а также торговые идеи. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия подчеркиваю. Наши главные союзники. Время окупает все. Благодарю за внимание и до свидания.